Всем привет, с вами Стур и я, принцесса Молдаванки, наш с вами в лохте люди. У меня выбралось наконец-то у нас тепло в Одессе, плюс 10. Мы вначале находимся туристического сезона, несмотря на все ракеты, которые по нам пыляют по ночам. Заведения подкрашивают свои столбики, готовят шезлонги. Я думаю, что в этом сезоне так же самое все бизнесмены будут работать под сеточкой. Будет сеточка на море и внизу за сеточкой будут шезлонги. Но вот что я хочу обратить внимание, я думаю, что нам стоит открыть в Одессе отдельное направление экзотических туров. Называется морские катакомбы. Посмотрите на эту пропасть, которая здесь произошла еще долгие годы. Этот асфальт уходил вниз. Никто не занимался этой правой стороной Аркадийской набережной. И вот постепенно-постепенно все приходит. Какой-то ужасающий такой вид. Просто, мне кажется, это все вместе с этими домами, которые сзади тут находятся, которые построили богатые люди, в которых никто и не живет. И бизнеса здесь не происходит. Просто провалятся в эту всю земную пропасть. Такой, знаете ли, бизнес по-одесски. Виллы построили, а то, что ты здесь под землей, то у себя на ногах всем глубоко по-у-вил. Так и живем. Смотрите, как очистилось море. Прозрачное, как на Мальдивах. И прилетели к нам то это чайка или лебедь. В общем, но в той стороне все более не менее стабильно. Высотки стоят. Рестораны работают. Ибица тоже будет работать. Но рыбаки рыбку ловят. Ну, а здесь такой трэш. Даже вороне не нравится она. Говорит, кау, кау, кау. Люди, что вы натворили? Эх, люди. Кстати, уважаемые представители СМЭПа, Артем Сидоренко и детский СМЭП. Сделайте разметку, которая будет отделять велодорожку от пешеходной в Аркадии. Тут сейчас очень оживленный участок пути. И дети ездят. Вам что жалко было краски? Вы сделали ремонт. Молодцы. Так сделайте разметку. Продлите эту разметку до конца Аркадии. Чтобы здесь не происходил хаос. Потому что сейчас только открыть начало сезона. Скоро здесь будет куча людей. И все аварии будут вписываться на ваши проебы. Начинается. Двиз Борис. Музычка. Перекрикивание друг друга. Одни могут договориться, чтобы единственный музыкальный фон был во всей Аркадии. Ну или хотя бы по кварталам. Тоже не реально невозможно выдержать. Одна музыка слева. Вторая музыка орет справа. И все друг друга перекрикиваются. Потому что все дом. Место, где испытается искусство. Кофе. Десерты. И лучший вид в Одессе на море. Жизнь в Одессе это искусство. Красоты, жизни. Умение отдыхать. Несмотря на все события. Еще у нас в Одессе есть такой замечательный новый туристический объект. Как птичий пляж. Делает его уже на протяжении, по-моему, двух-трех лет. Некий Владимир. И постоянно здесь что-то происходит. Деткам очень интересно. Прилетают птички. У них есть еда. Такая вот, наверное, вот это и есть Владимир, который каждый день следит за благоустройством. Ну, в принципе, довольно-таки миленько. Деткам, мне кажется, нравится. Интересно, действительно. Можно было бы даже расширить деятельность такого места. И дальше. И брать каких-то там денежек. Ну, делать из этого по-другому туристический, примечательный объект. Ну, по-другому, ничего сейчас не хватает. Можно донатать. У нас здесь было не было. Этот пляж у нас в детстве всегда назывался «Желтый камень». Камень этот здесь стоит давно. Раньше все побережье, почти одесское, было в таких камнях. И пляжей, по сути, не было. Если посмотреть старые фотографии, то все люди отдыхали именно не на пляжах, а вот на таких камнях, которые располагались в море. Кстати, есть замечательная книга, которую издали в прошлом году. Я делала презентацию Евгении Волокин совместно с другим Евгением. Издали книгу о пляжах Одессы. Как они зарождались и о развитии, о зарождении, о временной революции, о наших дней. Всем рекомендую. Книжку можно найти в интернете. Заказать в хорошем экземпляре на сайте у Евгения Волокина. Будет ссылка внизу прикреплена. Можно купить книжку в буфете на Малом Контане. В ресторане он находится между Дельфином и Аркадией. Это вот в предыдущем видео я показывала. Именно как раз таки ресторан, где также можно, кроме того, что отдохнуть, можно насладиться одесской литературой. И Катю Богочиловскую тоже можно взять, почитать ее в книгу, что в письме о войне в Украине. Пока Катя готовит следующий тираж, она гуляет у моря, насладается всеми прелестями весенней жизни в Одессе. Одесса пока что замерла, как этот фонтан. А этот маленький пляж называется Буны, потому что вот эта вышка, там с нее все прыгали малолетками. Мы тут собирались в школе еще после 8-9 класса, тусили здесь на пляже, обгорали, играли в карты, приехали с этих высоток бесстрашно и целыми днями счастливые проводили на море. Было хорошо, котамаранчики были, только всего ушло с тех пор. Сейчас вот скульптура такого железного рака и затишье, одни чайки резвятся. Открытие курортного сезона в Одессе прошло на ура. Мин нету, приезжайте все в Одессу. Еще, конечно, принцип жизни в Одессе, хочешь жить, умей вертеть. Катя уже месяц не работает, но кого-то все-таки вертит. Правда, все-таки вертушка, что-то как-то все в последнее время не работает. Последние тысячи гривен в кармане, что делать дальше, пока не знаю. Вот шарюсь по городу в поисках пищи. Пока что зрительная охота. Сегодня на мужчин так сидят все с своими дамами, что-то ходят с детьми, озабоченные с ними. Да, ничего, мы же одесситики, мы не сдаемся никогда, ни за что.